В детстве Леонид Главатник вместе с младшим братом занимался в Ярославской детской кинострудии юность. Мальчики сами сделали настоящую машину для обработки цветных плоток, которые потом долго пользовались сотрудниками областного телевидения. После математической школы будущий миллиардер поступил в Московский институт инженеров транспорта МИИТ на факультет автоматики и вычислительной техники, где познакомился со своим будущим деловым партнером Виктором Виксельбергом. В принципе, уже это могло привести Лаватника в российский список Форбса. Но в 1978 году семья Блаватников переехала в США. С четвертого курса МИИТ Леонид попал в Колумбийский университет, стал гражданином США и поменял имя на Леонардо. Когда Блаватник успешно модернизировал компьютерную систему магазинов одежды Мэйсис, один из директоров дал ему рекомендацию в Гарвардскую бизнес-школу. Набравшись опыта в аудиторской фирме Артур Андерсон, в 1986 году предприниматель основал инвестиционную компанию Access Industries и занялся грузоперевозками в США. Вот тут-то Виксельберг и уговорил Блаватника начать бизнес на родине. В 90-х году картнеры создали Эсперри Нова. Вывели несколько советских алюминиевых заводов на мировой рынок, а потом приватизировали их. А в 2000-х Блаватник получил несколько миллиардов долларов от нефтяного бизнеса – ТНК-ДП и стал вкладывать эти деньги в нефтехимические и медийные активы по всему миру. Среди самых известных его инвестиций – покупка Warner Music, третья по величине звукозаписывающей компании в мире. Все это привело бизнесмена в верхнюю часть глобального списка Forbes. А когда Блаватник бывает в России, охотно подключается к управлению одной из крупнейших киностудий страны. Аминь.